я прямо быстренько договорю мысль мне всегда не хватает формата прямого эфира поэтому надо конечно уже переходить на youtube хотя там нет вопросов значит по поводу понимания на слух когда вы не понимаете на слух вот значит нас есть девушка которая мне писала я простите опять забыла и имена все я пытаюсь но не могу все запомнить девушка смотрит очень давно сериалы и ничего не понимает поэтому она включает субтитры и все понимает по субтитрам что ну вполне логично да наверняка у нее хороший словарь и она все понимает действительно напишите если вы к нам вернулись тоже пожалуйста я спросила сколько раз она сколько времени она смотрит до того как отчаяться и включить субтитры обратно вот я получила ответ два или три раза но я не пойму что это такое два или три раза это две или три серии или сколько это мой муж зачем-то пришел еще сюда внезапно дома не успеваем увидеться привет значит да смотрите если вы хотите понимать на слух вам нужно слушать если вы слушаете и понимаете что вы ничего не понимаете ну какое-то время так и должно быть если вы читаете ребенку книжку вы же понимаете что он не знает ни слова морозка не там красная девица да он тоже не понимает ни черта что вы ему читаете вы продолжаете ему это читать он не знает что такое теремок абсолютно поверьте мне трехлетний ребенок не представляет себе что такое теремок но вы зачем-то ему постоянно читаете книжку про теремок кроме того трехлетний ребенок он не знает никто такой волк например да первое время, ни медведь, ни мышка-нарушка, да, я не знаю, кто такая нарушка, но мы зачем-то продолжаем читать этому ребенку эти бессмысленные, на первый взгляд, слова, правильно? Поэтому, да, какое-то время, когда вы слушаете, вы ничего не будете понимать, какое-то время, когда вы читаете, вы тоже ничего не будете понимать, когда вы изучаете какую-то новую тему, не знаю, на работе или дома, вы тоже ничего сначала не понимаете, но единственный способ это понять, это продолжать это делать, а получается, что девушка, ну вот пока не вижу я ее, она не понимает и включает в себе субтитры, продолжает дальше читать, ну какая связь, если бы вам ребенок сказал, мам, что к черту вообще за теремок такой, это что вообще означает, вы ему сказали там домик, который сруб, скажите ему сруб, он тоже не поймет, что такое сруб, но вы зачем-то ему постоянно читаете про этот сруб, зачем, вот я читала морозка сейчас ребенку, у меня чуть голова не взорвалась, я не понимаю половину из того, что там написано, какие-то красные девицы, какие-то еще там по сусекам поскрести, да, но мы зачем-то это делаем, потому что постепенно ребенок понимает, что вот так вот в жизни, по сусекам поскрести, это когда вот про колобка, что это означает, ну вот напишите, кто знает, что такое сусеки и кто последний раз по ним скреб, но мы же знаем, что это, потому что мы составили общую картину, что вот когда сказка и когда надо сделать колобок, надо где-то поскрести и с годами потом к нам приходит понимание, что это было что-то про муку, наверное, а теремок это сруб, это, наверное, потому что срубили прёвно, постепенно это все приходит, но если вы перестанете это делать, то вы никогда этого не узнаете, если вы перестанете слушать, уберите субтитры и слушайте, и не понимаете какое-то время, вот потом вы начнете понимать, а если вы быстро переключились на то, что вы снова понимаете, так вы не поймете то, что вы не поняли, если вам в спорте тяжело бежать 500 метров и вы всю жизнь бегаете 300, то 500 метров вы никогда не пробежите, потому что вы просто не начинаете даже это делать. Дайте себе шанс, дайте себе эту сложность, дайте себе эту нагрузку. В конце концов, вы же человек разумный, ваш мозг способен гораздо на большее, чем вы от него ждете. И слушайте, и слушайте, и вот 2-3 раза это мало, возьмите и слушайте дальше, и да, и что-то не понимаете. Оставьте себе другую цель, чтобы руки не опускались, понятно, это опять получается такая фрустрация, слушаю что-то непонятно что. Поставьте себе другую цель, я не слушаю, чтобы понять, а я слушаю сейчас целую серию, чтобы из нее выписать три слова, все, это моя единственная цель, я просто слушаю всю серию, чтобы выписать три слова. Прослушали серию, ничего не поняли, три слова выписали, молодец, какой я молодец. Дальше еще одну серию я послушаю, а теперь выпишу 5 новых слов. Ну вот когда вы сделаете так, там через 10-20 серий вы начнете, во-первых, действительно больше понимать, во-вторых, меньше себя ругать, что вы ничего не понимаете, и совершенно по-другому слышать, потому что вы будете слушать, так же, как опять же дети, которым несколько лет рассказывают про то, что они совершенно не знают, или, ну вот все, у кого есть дети, меня сейчас поймут, когда они повторяют слова, которые они не знают, что это означают, придумывают новые, да, это, это овладение языком, оно требует времени, и в этом ничего такого страшного нет, просто, если вы хотите ребенка научить говорить, то вы с ним говорите. Если вы будете молчать, кстати, был такой опыт, один очень любопытный родитель, которому бы оторвать руки, закрыл дочку свою в комнате, изолировал ее от мира, чтобы проверить, заговорит ли она сама или нет, нет, она не заговорит, и она не заговорила больше никогда, в 12 лет ее обнаружили, и не знаю уж, как там, спасли-не спасли, как это произошло все, но заговорить она больше не заговорила, потому что мы должны постоянно, если мы хотим приобрести какой-то навык, нам нужно постоянно этим навыком заниматься, она могла прекрасно писать, там, не знаю, прыгать по стенам, не знаю, но заговорить она не заговорила, потому что с ней никто не говорил, и ей не было сложно, и она не смогла владеть этим навыком в конце концов никогда уже. Ну, это уже вопрос другого развития мозга возрастного, но аналогия, да, такая просто аналогия. То есть лучше закончить с одним языком. Это был вопрос про то, что если идет изучение второго языка, нужно ли заканчивать с одним языком. А, во-первых, вы не забывайте, что у вас еще есть русский язык, правда? Вы же тоже его не забываете. А почему вы не хотите русский перестать использовать? Если вы учите английский и немецкий, бросьте русский и переходите на английский и немецкий, и вам будет легче так гораздо. На самом деле, конечно, я шучу. Если вы начинаете там бегать, вы не перестаете готовить, правильно? Если вы моете полы, это не значит, что вы не протрете пыль. Человек может сделать все, что угодно, и вы тоже можете сделать все, что угодно, и три языка это не так много. Люди учат и по 10 языков, и нормально их используют. Здесь вопрос только тайм-менеджмент, и правильных инструментов. Потому что если вы будете учить языки, не знаю, там с репетитором или с группой, вам надо будет 5 раз в неделю бегать куда-то там за 2 часа от дома в какую-то группу, то вы очень быстро это все бросите. Если вы органично включаете в свою жизнь эти языки, ничего страшного с вами не случится. Вы по-русски с утра сказали что-то маме, тут же в мессенджере по-английскому записали кому-то сообщение аудио, потом вы пришли на занятие, у вас там немецкий вы отзанимались, вышли с немецкого, у вас тут же журнал лежит по-английски. Едете домой там в трамвае, не знаю, давно не была в трамвае, уже прям соскучилась, читаете журнал. Приехали домой, раз серию посмотрели по-немецки, а пока готовили там ужин, послушали песню по-английски. Это абсолютно нормально и большая часть людей, кстати, в мире учит английский, как говорят на английском, они больше иностранцев, чем носители этих людей. Соответственно, мы делаем вывод, что больше людей, которые говорят на двух языках, чем тех, которые говорят на одном. У меня уже батарейка садится, я тут что-то разговорилась. Есть ли еще вопросы? Как же доступно вы все объясняете? Спасибо большое, я стараюсь. Я просто вхожу в такую эмоцию, потому что мне прямо жалко, когда люди тратят свое время и силы совсем не на то, и на какие-то методики, какие-то переживания, какие-то выяснения. Так слышно, нормально? Надо просто взять и начать это делать, и спокойно себе радоваться, и учить это все с удовольствием. Как распределить английский на каждый день, чтобы повторять пройденное, изучить новый материал? Какие дадите советы? Значит, смотрите, здесь вопрос такой, что, опять же, вопрос очень-очень сильно структурированный. Распределить, повторять пройденное, изучить новый материал. Тут нужно сразу понять, у вас есть какой-то набор слов, которые вы прошли, и вы хотите отработать именно их. Тогда надо брать и отрабатывать именно их. Или вы хотите просто в целом словарь поддерживать? Если в целом, то вы берете просто книжку и читаете ее одну за одной, параллельно слушаете подкасты, смотрите фильмы, сериалы, читаете журналы и так далее, и так далее. То есть просто используйте этот язык, чтобы постоянно эти слова у вас встречались. Слушайте, слов всего 4,5 тысячи, которые охватывают 90% общения на языке. 4,5 тысячи – это копейки. Это по ГОСТу, это словарный запас 11-классника, кстати. 4,5 тысячи слов. Так что спокойно просто читайте, он постоянно у вашей жизни, вы постоянно это повторяете. Кстати, сейчас я заметила очень интересный момент. Когда я стала готовиться к экзамену, я выписываю прямо какие-то слова из статьи. И я обратила внимание на то, что я те же самые статьи читала до этого без цели что-то выписать, да, просто чисто для интереса о статье, а не о языке. Я даже не замечала там этих слов. То есть я понимала все из контекста. Я не обращала внимания, что там какое-то слово, которое я не могу воспроизвести. Оно мне понятно из контекста, но я не уверена, как я бы его использовала в предложении. И когда я уже села с целью выписать эти слова, у меня там такой набрался блокнот огромный, вон там у меня столько слов оказалось, потому что цель была такая – найти и обезвредить все слова, которые я не знаю. Поэтому вопрос еще раз. Повторять пройденное. Оно у вас вот так где-то есть, оно у вас где-то выписано. Тогда ставите таймер себе, будильник, на сегодня. Ну давайте скажем на два часа дня. Обед как раз будет, да, у всех приличных людей. Будильник прозвенел. Когда вы выключаете, вы на соседней кнопке нажимаете таймер, ставите его на пять минут, открываете вот это пройденное, да, то, что у вас записано. И читаете вслух все предложения, которые вы с пройденным написали. Еще раз повторюсь, никакого перевода вам для общения на английском не нужно. Потому что когда мы общаемся на языке, мы не переводим то, что мы думаем, и потом на английский. То есть мы не делаем. Так, сейчас я скажу, есть ли у вас молоко. Нужно have, потом надо поставить местоимение, да, мы так не делаем. Когда говорим уже спокойно, свободно, да, что значит свободно? Это не знаешь, что ты как Шекспир, там у тебя 175 тысяч слов. Это значит, что ты формулируешь свою фразу в голове на английском, и ее выдаешь. Вот это называется свободно. Формулирование мысли и ее выдача. Поэтому перевод вам не нужен. Вы делаете вот такую вот блокнотик, как у меня. Можно розовым цветом подчеркивать, можно не розовым. И там предложение, видите, там нет перевода, там по-русски нет ни слова. По-русски нет ни слова. В скобочках даже по-английски. Потому что смысл. Если вы учите английский, ну, пожалуйста, учите английский тогда. И пока ваш таймер не прозвенел на пять минут, в свой обеденный перерыв, вслух зачитывайте предложения с теми словами, которые вы прошли. Вот и все. А потом опять же заново вечером читаете книжку, ага, еще три слова выписали, вот вам новый материал. А на завтра у вас опять на два часа стоит будильник, и опять пять минут у вас есть по таймеру прочитать те предложения, или подписать какие-то новые предложения к новым словам, да, или новые предложения к старым словам. Пожалуйста. Как правильно читать книги на английском, как часто переводить новые слова? Уровень хороший. Значит, Настя, ура, наконец-то у кого-то читаю мое имя, я так люблю по именам обращаться. Настя, значит, смотрите, если у вас хороший уровень, то вам нужно выбрать книгу, которая вам нравится, и которая как бы по вашему уровню, сейчас скажу, что я имею в виду, например, есть какие-то книги там, ну научные, да, что-то еще, там может терминология просто вас смутить. Берите просто какой-то там роман, детектив, там, не знаю, историю, не знаю, все что угодно, то, что вам нравится. И на вопрос, как часто переводить новые слова, отвечайте себе сами. Ответ заключается в очень простом принципе, пока не забесит. Вот если вас не бесит три слова, например, выписать, вы выписываете три слова со страницы, или из главы, я не знаю. Если вас бесит выписать три слова со страницы, выписывайте одно слово со страницы. Ваша цель, если я отвечаю на ваш вопрос, как правильно читать книги на английском, прочитать книгу на английском, не перевести ее дословно, не узнать все незнакомые новые слова, а прочитать книгу на английском. Все. Поэтому отвечайте на вопрос, сколько слов вас не бесит, и вперед. Какой язык хотите еще изучить вы? Я хочу еще не изучить, я бы хотела вспомнить, конечно, французский, потому что, опять же, я по нему сдавала экзамены, и 6 лет, собственно, в Эн-Язи, и в школе я тоже учила, и мне очень жаль, что я совершенно сейчас не нахожу на него желания, не времени я нашла бы, но у меня абсолютно нет никакого желания, потому что как-то я пока не планирую в ближайшее время ехать во Францию, но вот я думаю, в следующем году, может быть, отвезти дочь в Диснейленд, и я вот уже начинаю думать, как бы мне его включить сейчас тоже в жизнь, чтобы где-то там более-менее объясниться на французском. Но, конечно, английский очень сильно расслабляет, потому что ты понимаешь, что везде тебя все равно более-менее поймут, кроме Японии, и начинаешь очень так относиться легкомысленно к языку. Ну, конечно, надо французский обязательно вспоминать. С чего начать самостоятельно учить английский? Сейчас еще раз повторюсь. Вот еще, кстати, если нет никакой базы, с чего начинать? Первое, начинать нужно с того, чтобы написать себе на листочке. Взять красивый ежедневник, поставить там дату и написать себе на листочке, вот на этом, на первом, зачем вам нужен английский, для чего. После этого вам нужно изучить построение предложений, как они строятся, да, что за чем идет, потому что в английском у нас прямой порядок слов, и нельзя сказать там он любит ее, он ее любит, надо определенно сказать, он любит ее, да, и изучить это построение фраз, утверждение, вопрос и три времени, как минимум, прошедшее, настоящее будущее. Просто simple, простые пока. И начинать уже что-то воспроизводить самим, и постоянно что-то слушать, читать, опять же, песни, маленькие какие-то стишочки, детские книги, что-то еще, что-то еще, и обязательно продюс, обязательно сами что-то создавайте, мини-сочинение, стишок напишите, предложение придумайте, но обязательно должен быть фидбэк, потому что вы должны получать оценку, обратную связь, правильно ли все сказали, поэтому в конце марта я сделаю тоже для тех, кто совсем с нуля, чтобы у вас был тоже индивидуальный фидбэк. Чьи подкасты советуете слушать? Подкасты зависит от ваших интересов. Я вообще сейчас подвисла на нашем Европа-плюсовском раз-шоу с Камоловым, я выросла на его шутках, поэтому я очень люблю пока там что-нибудь готовлю или что-то еще его послушать. И еще я сейчас слушаю подкасты для подготовки к экзамену, как раз CPI у них на сайте есть, ну не у них, а у сайта, которые готовят к CPI, у них есть такие там, как рассказ про книгу. Но, опять же, это все зависит от ваших интересов. По-английскому дикое количество подкастов. Сейчас я открываю тюнс. Как раз есть Люкс Инглиш, его все любят, он тоже такой приятно разговаривает, юмор, но есть BBC подкасты, есть, как же они назывались, BBC был точно, British Council, у меня TED есть, кстати, TED, вот который все знают, любят конференции, он тоже есть. 10 английских idiом за 10 минут, 10 English idioms, 10 minutes, это, я так понимаю, англоговорящие авторы. English is the second language, в общем, наберите English и выбирайте, что хотите. Но, опять же, к разговору про жить на английском, выберите еще то, что вам нравится. Например, у меня есть подкасты All About Agatha Christie, я люблю Агату Кристи очень, у меня есть подкаст Is It Just Me, это подкаст бывшего главного редактора Glamour Magazine Британии, потому что я обожала этот журнал, конечно же, он больше не выпускается, что вполне логично, там было слишком много умных вещей, теперь они превратили его в ежемесячный выпуск про красоту и косметику. У меня есть про маркетинг, у меня есть что почитать, what should I read next, get it done, про систему GID, управление делами и временем. В общем, это то, что мне интересно, ищите по своим интересам, но подкасты это, конечно, довольно сложно, потому что это реальные разговоры, очень быстрые и требуют тоже подготовки небольшой. Сохраните, пожалуйста, эфир, да, я сохраню, но я не понимаю, у меня теперь будет два эфира, потому что я аж вернулась договорить, а тут еще столько вопросов. Да, вот мой любимый, как же я буду знать, о чем я читаю? Значит, здесь хитрость тоже очень простая, возьмите книгу, которую вы читали миллион раз, идеально работает здесь Гарри Поттер, Гарри Поттера все всегда перечитывают, и я думаю, что если вы увидите «boy who lived» в названии главы, вы поймете, что это мальчик, который выжил, и вот вы уже знаете два слова, если вы знали до этого только «boy», вы уже знаете «who», и вы уже знаете «lived», соответственно, на следующей строчке вы тоже примерно вспомните, что там было, но еще проще, если это сложно, опять же, ориентируйтесь по себе, кому-то нравится, когда сложно, а кому-то наоборот, от этого руки опускаются. Возьмите детскую книжку, вот прекрасно пишет Джулия Дональдсон, которую все знают, Графало, да, Груффало по-русски, по-моему, вы перевели, Графало у нее есть, у нее есть стикмен, Человеткин, да, по-моему, по-русски перевели, это небольшие стишки, веселые, есть видео с ними, прикольные стихи, есть рассказы, опять же, для детей, я, например, обожаю про холодное сердце, я дочке читаю, сама кайфую больше, чем она, по-моему, есть, в конце концов, просто книги для подростков, для детей, да, посмотрите в эту сторону, и там будет, там, пять строчек на страницу, ну, вы поймете примерно, что Олаф там обрадовался, увидев морковку, и потом переходите на более такой, сложный уровень, здесь вопрос не в уровне, а в желании, и вот именно в подходе к переводу, потому что те, кто, ну, опять же, я говорю только из своей практики, если в вашей жизни получится по-другому, ради бога, главное, достигните той цели, которую вы поставили, вот из практики, только на днях мы в клубе как раз обсуждали, что те, кто переводят дальше пятой страниц, пока никто не зашел, напишите, если вы зашли дальше пятой страниц, переводя каждое незнакомое слово, и вот как раз в клубе девочки сейчас писали, что только сейчас, даже девочки, которые уже прошли полностью курс Use Your Books, по чтению книг, они пишут, что вот до меня дошло, наконец-то, что Настя говорила про то, что не надо переводить, потому что действительно просто ты читаешь, да, где-то что-то не понимаешь, но ты читаешь книгу за книгой, понимаешь все больше, и все легче, и все больше удовольствия, это действительно чтение, если вы хотите перевести книгу, тогда вы так и говорите, Настя, а как правильно перевести книгу, я вам расскажу, вот словарь, вот цветные ручки, вот карточки, вот то и все, а если нету, такого желания перевести книгу а есть желание читать тогда читайте если не запоминаются слова как же выписать их от мыслей не знать как запоминать да нет если вы не переводите это не значит что вы не знаете смысл вот то что я делала да и делаю до сих пор вы пишете слово я не знаю насчет резкости но увидите зелененькое это слово они же под ним это предложение с этим словом то есть вы из контекста понимаете но допустим у меня написано вчера мне так что-то это прям представилась картинка из-за гарри поттера опять же например я написала вчера her blood is smeared all over the wall я зачем-то написала world ну конечно было wall это я уже после шампанского вот если я вам скажу что blood это кровь all over это по всей а wall это стена вы же догадаетесь что такое смеет ее кровь по всей стене что может делать кровь по всей стене понятно что не танцевать варианты либо она размазана либо растекалась но тоже как-то странно растекается обычно по плоскому правильно то есть мы делаем вывод что намазана размазана измазана по всей стене все все следующий раз когда вы видите это предложение а вы уже себе представили кровушка там написано кто там true этот ой забыла что там было написано в тайной комнате вот и вы уже все это представили вам не нужен перевод зачем вам писать размазана измазана испачкано если вы уже поняли что blood all over the wall все и вы запомнили его запомнили сразу в предложении вот так и запоминаете слова из контекста не с переводом потому что если вы будете переводить на русский то тогда вы и обратно придется вам это делать когда вы будете хотеть говорить по-английски вам придется сначала сказать себе в голове по-русски перевести и потом это выдать и представьте себе сколько времени это занимает и как это путает а так сразу запоминайте и с предложением вас есть время так долго общаться да у меня сегодня отменился урок как раз так что я сегодня решила на все вопросы ответить разом дочки никогда нет прямых эфирах да так и было задумано это это коварный план мой так ли в фанце сохранить эфир не успела на начало благодарю за ответ очень правильно говорите ваши слова до ваши уши так ловите ловите подскажите как потянуть ребенка английский для поступления в европе поступление в европе университетов которые вы хотите поступить вы идете на сайт смотрите там рекламент или как-нибудь у всех по-разному называется и там обычно написано ielts такой-то балл или там кет такой-то балл пет такой-то балл да обычно университет ориентируется на кембриджскую систему выставления уровней и там смотрите какой должен быть у ребенка балл или какие экзамены он должен был сдавать и вперед готовитесь к этим экзаменам в очень вдохновляете крутая вы абсолютно правы спасибо большое разбрызгана по стене но тоже вариант ну не знаю ну вот она же уже раз раз как это раз мазана получается как разбрызгана но если она разбрызгана то стена измазана но в любом случае вы улавливаете ситуацию да найдите еще второй какой-то да какой-то еще второй вариант например у меня второе предложение там без компейн смеет the members of the team после только я себе представила кровь на которая разбрызгана ладно возьмем разбрызгана по стене эта компания что-то с членами команды ну плохое да что-то она ее обрызгала в общем-то да испачкала запятнала ну понимаете сразу другое какое-то другое предложение которое даст вам еще больше контекста чтобы еще лучше представить это слово ваши марафоны ограничены по возрасту у меня дочери примерно сейчас один уровень дочери двенадцать лет хотим к вам на летний марафон да но вместе кстати это прикольно тоже очень у меня есть и пары которые занимаются ну в смысле парой родителей ребенок но для детей сейчас будет новый курс уже идет предварительный набор на 12 марта посмотрите профиль так и называется team как подростка подросток не и нижнее подчеркивание язык english тоже все с подчеркиванием как всегда но ограничены по возрасту они в силу того что во первых нагрузка другая да совсем у детей будет гораздо меньше точнее гораздо более короткие занять задания чтобы они могли их выполнить самостоятельно а во вторых ну где-то ну не то что какая-то лексика но какие-то шутки которые могут не понять дети например да потому что для подростков я буду более сейчас адаптирована писать именно на их темы и их языком больше поэтому как бы нет такого строгого ограничения нет конечно это вам решать но все-таки лучше вот попробуйте вот то что сейчас будет для ребенка для детей как вы учите слова или учили в начале ваше изучение ну вот я сейчас и учу собственно экзамену слова таким вот образом вот я выписала вот допустим у меня еще есть пустые это я села прочитала там две статьи в тайм вот они пустые постепенно вот сегодня не успеют то что я сегодня буду писать сочинение постепенно я к ним добавляю ведь не в том по нему не в равном порядке где-то нашла где-то еще не нашла потом найду какие-то слова мне показали очевидными после того как я записала я задумал подумала зачем и записывать потом я беру все по-разному действует у всех разные не забывайте способы восприятия информации кто-то аудиал кто-то визуал поэтому ищите свои способы главное для вас это работает микрофон да спасибо могла прикрыть со скольки лет дети на team use your english это с 9 лет сейчас в пробном и недельный у нас будет пробный поток мы все вместе а потом пропадает звук вроде бы я все взяла нормально как сейчас нет нет или нормально вроде бы я взяла его в руки и должен нормально вот это да не было слышно ну вот дети сейчас все будут с 9 лет но потом с 20 марта уже когда пойдет общий ну такой нормальный уже напор с 12 у нас такой пробный посмотрим как чего от 20 уже будет нормальный курс просто в рабочем режиме уже я там буду разделять где-то с 9 до 12 с 12 до 14 14 до 16 но опять же решать только вам с ребенком вместе может быть там так вы видите что там есть такие оверлэп до пересечения 12 14 14 16 вы можете с 14 летним ребенком своим сами решить куда пойти и что попробовать и все конечно же эти задания будут опять же дико кастомизированные найди своего любимого героя расскажи там про себя напиши то запиши аудио то то есть очень именно про этого конкретного ребенка этого конкретного человека сколько лет вы уже изучаете английский как вы оцениваете свой уровень я изучаю с трех лет значит уже 25 лет оцениваю как хороший так если еще вопрос а то у нас с вами уже два часа прямого эфира получилось смотрите запись не забывайте про бесплатный марафон с 5 марта прямо инстаграме с вами поболтаем попробуем это все применить открываете свои представления об английском не хватает ставите все слова методика методологии так далее вам это не нужно только для нас для преподавателей информация вообще так что спокойно занимайтесь языком не забывайте все определять зачем он вам нужен сколько слов вы выпишите из каждой страницы какую книжку вы хотите читать как быстро и до какого числа и как раз в понедельник мы начнем с того что поставим правильные цели так что пожалуйста приходите метод карточек пользуйтесь нет я не пользуюсь карточками я их буду терять всегда я все всегда теряю но я знаю что вот клубе у нас девочки пользуются карточками можно онлайн можно их прямо разрезать и подписать онлайн это сайт quiz лет посмотрите может создать свои там карточки и можно также нарисовать написать это абсолютно выбирать вам спасибо большое за такой горячий разговор я прям даже согрелась увидимся в следующую пятницу с вами еще поболтаем пока пока